Ульяновские моржи привезли на родину медали. Мастера холодового плавания принимали участие в пятом этапе Кубка мира, в Кубке Арктики, в открытом чемпионате России и в первом открытом чемпионате Карелии по зимнему плаванию. В этих международных соревнованиях за призовые места боролись 32 страны и сотни команд. В этом чемпионате по ледяному плаванию тоже была как раз эта дистанция 50 метров бутерфляй и она у меня стала серебряной. На дистанцию 50 метров вольный стиль в моей возрастной группе было 8 человек и только двое из них из этой группы вышли на дистанцию бутерфляй. То есть это очень такой энергозатратный тяжелый вид плавания. Работа работой, а тренировки по расписанию. Каждый свой день наши спортсмены начинают с бассейна и пробных заплывов в реке. Мы готовимся под руководством тренера. Тренер у нас заслуженный тренер республики Юрий Павлович Нечков. И под его руководством три раза в неделю мы плаваем. Сейчас без тренера, без подготовки, без толку плавать. Даже в зимнем плавании. После таких усердных тренировок ульяновская команда показала отличный результат на международных чемпионатах. Так одна паралимпийская спортсменка принимала участие на общих основаниях. Антонина Жуковская перенесла две операции на спине и, несмотря на это, завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров в вольном стиле. Я поняла, что на коротких дистанциях я не смогу соревноваться по скорости. Я решила брать выносливостью. А так как на 100 очень мало человек плывет, я на 100 завоевала золотую медаль на Кубке Арктики. В итоге на родину спортсмены вернулись с целой охапкой наград. Четыре бронзовых, одна серебряная и две золотые. Продолжение следует...